книга открытым оком тема дети том 30 вопрос 4045 что случилось с Володей пащенко который якобы сбежал от вас сразу же послышались обвинения в ваш адрес что вы с ним обращались сурово и вроде бы из-за этого он и дезертировал от работы так ли это отвечает Игнатий Тихонович лапкин с Володей мы прожили целую зиму в одной комнате это не так и мало у меня к нему осталось столько благодарность а в лагерь он уехал в мае на месяц раньше заезда в лагерь детей и там много помогал Витя Савченко и куда ни посмотришь везде следы его работы там ограду поправил тут с детьми был по ягоды ходил ничего не предвещало его бегство еще накануне за два дня до дезертирства в пятницу 29 августа 2008 года он на мотоцикле ездил с Витей село Шарчино расклеивал объявление и был веселый воскресенье мы на машине с Игорем Глушковым поехали в Шарчино и в машине не оказалось места для него все места были заняты мы увезли туда телевизор технику к нему чтобы показать фильм Иисус в доме культуры день был прекрасный когда вернулись то Володи дома не было и я подумал что он уехал в лес отдыхать как делал раньше кто-то видел его играющим настольный теннис в школе и я съездил в школу но и там его не было и только уже в потемках Сережа Пупков привез его записку на семи страницах оказывается он взял велосипед который я ему не отдавал ибо он не мой даже и утек за 150 километров до Барнаула на нем и и оттуда уже на поезде на Урал я его летом мало видел у себя так как он жил в лагере с детьми а потом с Сережей в отдельном доме а работал он на огороде и в других местах колол дрова строил сараюшку ко мне вообще от него за лето не было претензий как и у меня к нему вот тут уж не расположенные ко мне люди оживились это все от строгости чрезмерной я прочитал записку беглеца но они и ей не поверили это 145 где он только так написал на чем основана была их вера в свое неверие не знаю думаю что на обычной старообрядческой злобе ко мне я не могу дать никакого иного объяснения кроме того которое он сам дает подловил его демон тем более к этому была еще одна история за день до побега один человек дважды видел дьявола возле того места где Володя обитал вот его две записки я попросил письменно выразить его видение причин конфликта и намерение уехать 24 апреля 2008 года все началось почти с первого дня работы с Игорем Добуновым он видя мою неопытность и неразумие начал понемногу покрикивать когда на меня начинают кричать я становлюсь в ступор и начинаю из-за страха чтобы что-то не так сделать еще больше делать глупостей внутренне подступает раздражительность на Игоря но тут же начинаю молиться Господи помоги не дай поддаться соблазну дай мне смирение кротости воздержания понимал что все это испытание мне и понимал что все от Господа что все в его руках он ожесточает сердце или смиряет и так продолжалось до определенного момента когда у меня не хватило смирения 5 марта 2008 года утром выехал на работу в Санниково в 7.30 не помню с Игорем вместе или отдельно потому что я начал избегать ходить к ним вместе боясь его гневливости мысли были что когда-нибудь я не вытерплю соберусь и уеду так как до этого взрыва не только Игорь меня довел но Игнатий Тихонович я на каждом шагу делал глупости из-за этого получал вразумление от Игнатия Тихоновича все время понимал что я должен попросить прощения сразу за свои поступки но не мог что-то внутри не давало согнуть колени и попросить прощения и от того на душе у меня становилось все хуже и я мучился этим но внешне этого не показывал так как привык внутри себя хранить свои переживания каждый раз когда я приезжал с работы хотел поговорить с Игнатием Тихоновичем о своем внутреннем состоянии но опять же не мог начать не хватало решимости открыться 5 марта 2008 года 8.30 начали работу по отделке дома мне дал задание Игорь Дабунов утеплять лестницу изнутри она была закрыта пенопластом а между лестницей и плитой был промежуток на котором она лежала был промежуток как раз с мою ногу и я закрутясь несмотря под ноги оступился и нога провалилась сломав пенопласт чего я боялся то со мной произошло взял некоторые сломанные куски пенопласта и спустился вниз подвал так как Игорь работал в подвале сбежал по лестнице и сказал Игорь прости оступился он закричал на меня называя что-то вроде тупого и ублюдка я ему в ответ сказал что с кем не бывает но он сказал но только не с тобой что это со мной происходит только я не вытерпел бросил куски пенопласта и сказал ну и оставайтесь тут при этом думая что если он не будет делать снисхождение к людям то разрушит всю бригаду я ему сказал что больше работать не буду а он спросил а кто будет заделывать лестницу я ответил сам сделаешь он мне крикнул след скажи все Игнатию Тихоновичу как было я побежал наверх где мы переодеваемся при этом думая что сейчас соберусь приеду в барнаул расскажу всю правду Игнатию Тихоновичу соберу вещи и уеду на Урал забежал в комнату для переодевания и начал упаковывать свой инструмент минут через пять зашел Игорь дыбунов и спросил ты больше не будешь работать быстро у тебя все я сказал нет Игорь мне говорит прости меня ради Христа ну с кем не бывает давай возвращайся обратно стоит ли из-за этого все бросать я сказал бог тебя простит и ты меня прости ради Христа но работать я больше не буду он вышел через некоторое время зашел Виктор Плеханов молча и я у него спросил пакет для дисковой пилы собрался и пошел на остановку сел на газель 203 маршрут и доехал до барнаула и пошел на ползунова 6 дорогой просил прощения у бога за свой поступок думал как мне поступить уехать сразу это значит никого не поблагодарить за их доброе отношение за их любовь попросить у Игнатия Тихоновича прощения и уехать опять же его я ничем не отблагодарил и так борясь с мыслями дошел до ползунова шел и понимал что Игнатий Тихонович меня так просто не отпустит начнет беседу что может быть он уже знает об этом конфликте пришел на ползунова и начал стучаться в дома но никто не открывает стучался несколько раз и подумал что Игнать Тихонович уже знает и не хочет меня пустить чтобы я постоял и подумал о своем поступке или он стоит на молитве минут через пять Игнать Тихонович открыл дверь и впустил меня при этом спросив кто там я ответил Иисусовой молитвой и он открыл Игнатий Тихонович спросил почему я вернулся сам он внешне был спокоен я рассказал что произошло на работе он начал меня уговаривать вернуться обратно на работу попросить прощения у брата и работать дальше но я упорно стоял на своем что больше работать не буду а потом добавил что и вообще я уеду из Барнаула запись я первая часть пояснения прервана связи с выездом в лагерь стан и будет продолжена в день бегства на Урал Игнатий Тихонович мне Бог положил на сердце исповедаться перед вами что у меня на сердце и как болит моя душа будучи на Урале я всегда признавался в проступках перед братьями и смиренно принимал обличение и и Господь меня потом обильно благословлял давал мне ранний подъем в 4 4 30 много читал Библию молитве был постоянен делал земные поклоны Господь давал ревность день в деле благовестия всегда открыто мог заговорить по Библии в транспорте поезда автобусы и так далее после этого ощущал падение души и уста наполнялись славословием Господу парение души когда я приехал в потеряевку на крещение то мое крещение отложили на две недели так как я был не готов и у меня не было характеристики от братьев Андрея и Володи в течение этих двух недель я занимался как духовно так и работал руками в один момент вы мне предложили переехать на Алтай в потеряевку я согласился причем очень обрадовался во время крещения я обещал Господу Иисусу Христу быть истинным последователем слова его в первые дни после крещения молитва была чистая словно тихий прозрачный ручеек глаза, душа, сердце были направлены к небу к небесной отчизне, к Господу я все время помнил что после крещения будет искушение и когда я поехал прощаться на Урал с родными и с близкими то я был уверен что меня ждет искушение и попросил молиться за меня искушения были, одна женщина предложила купить мне дом родственники говорили на кого ты нас оставляешь но по молитвам вашим я все благополучно все преодолел, слава Христу но я не ожидал что дьявол меня искушать будет через братьев поездка моя в потеряевку была по моей молитве я просил у Бога чтобы Господь меня вразумил и обличил и сделал меня воином Христовым потом я оказался у вас в доме сперва ваше наставление и обличение принимал смиренно и старался исправиться потом не бодрствовал в молитве сердце мое стало ожесточаться и я почувствовал обиду на вас почему меня это постигло? потому что я занимался тайнояденем постоянно чувствуя угрызение совести были моменты когда хотел подойти и признаться в грехе перед вами хотя на исповеди я исповедал этот грех но заглядывая еще глубже в себя я понял что возгордился что не хватает во мне смирения и открытости а откуда появилась эта гордость? когда я свидетельствовал людям о Христе я незаметно для себя возгордился и когда вы меня наставляли я умом понимал что вы правы обличая меня своих в моих недостатках в моей тупости но плоть начала восставать не соглашаясь с обличениями потом что чем больше ты знаешь тем более других наставлял тем хуже смиряться избавление от этих грехов я знал где нужны пост и молитва молитва была но не было поста плоть не давала смиряться почему и произошло падение в духовном росте и разлад с Игорем Дубуновым хотя перед Игорем я покаялся искренне попросил у него прощения сделал земной поклон хотел у вас попросить прощения но опять же не решился то что я написал вам о конфликте с братом Игорем Дубуновым я не дописал до конца дело же было так продолжая прерванную запись после того как я ушел от вас с Ползунова то я отправился гулять по городу все время думал и молился и было желание уехать на Урал и временами когда я уставал то садился на скамейку и читал Библию и находил людей которым свидетельствовал о Христе о Вечности и когда говорил что надо отречься от самого себя как говорил Господь то обличался Библией сам думал же что вот если я вернусь домой то что же я скажу братьям что я скажу родственникам и у меня был главный вопрос останусь ли я в церкви Христовой страх был оказаться вне церкви потом решил сходить на занятия в университете будучи уверен что я все-таки уеду после занятий в университете мы приехали домой и вы попросили меня сходить посмотреть температуру в храме я пошел зашел туда где мы молимся в храме развернулся в сторону алтаря и сделав земной поклон растянулся на полу и зарыдал громко всхлипывая и прося у Бога прощения за мои грехи при этом слезы которых мне так не хватало отекли градом так я пролежал в слезах минут 10 после этого почувствовал легкость в душе посмотрел температуру и вышел из храма прежде поблагодарив Господа за покаянные слезы на улице перед крыльцом стоял брат Игорь Добунов и отец Павел и сделав земной поклон попросил у брата прощения брат подхватил меня с земли с любовью видя мое искреннее раскаяние и мы горячо обнялись в этот момент я почувствовал любовь к брату во Христе в дальнейшем не попросив прощения у вас сразу дальше мне было еще труднее попросить у вас прощения за свой поступок постепенно ко мне подошли блудные мысли так как не постился и все от того что не смирял свою плоть Колоссянам 3 глава 5 стих и так умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и долослужение потому видя, что грех меня засасывает я устроил пост и молитву на три дня без еды со среды по пятницу попросил от сердца у Бога дать мне сил поститься и Бог даровал мне победу над грехом притом просил у Бога ответа на мои мысли нужен ли я на Урале спросить же вашего совета опять не решился, понимая что вы против этой мысли мне неохота терять братьев и сестер общение с ними включая и вас ибо где я найду такого наставника по слову Божию думая уехать без вашего благословения все время обличался стихом 1 Фессалон Китцем 4 глава 8 стих и так непокорный не покорен не человеку, но Богу который и дал нам Духа своего Святого простите меня ради Христа я очень благодарен за вашу заботу наставление, обличение все это я складывал в свое сердце а также прошу прощения у всех братьев и сестер ради Христа вы постоянно говорили, что будет катастрофа которая имеет три ступени к тому первое ропот второе таится третье бегство скажу вам, что ропота не было но я всегда обвинял только самого себя хотя видом и противился единственно попрошу вас и всех братьев и сестер Барнаульской и Потеряевской общин не оставлять меня без молитвы обо мне весь инструмент оставляю на лагерь кроме дисковой пилы которую уже продал Надежде Васильевне прошу прощения за велосипед хотя вы мне его и отдали но все равно, как заработаю деньги вышлю да доведет Господь до царствия своего аминь подробности можете узнать у самого Володи по телефону и уручавшихся за него при крещении Смирнягина Андрея его телефон и у Володи Пищикова его телефон о Володе же можно узнать в 22 томе открытым оком вопросы 3493 и 3501 Экклесиаз 10 глава 4 стих если гнев начальника вспыхнет на тебя то не оставляй места твоего потому что кротость покрывает и большие проступки там же 8 глава 3 стих не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле потому что он что захочет все может сделать притча 25 глава 15 стих кротостью склоняется к милости вельможа и мягкий язык переламывает кость собачье сердце и собачий дух сегодня удивить никак не смогут к беде слабейших очерствел и глух того гляди перегрызет им глотку собачьи стаи жирно расплодились вершат набеги днем а чаще ночью бег не бог не допустит есть же божья милость не растерзают словно волки в клочья собачьи свадьбы сплошь и рядом с рим разводы маньяков насилие и мерзость так перед гибелью развратничал и рим пришла пора кабанчиков всех резать без страха божия не истребить собак которые в душе как в конуре уютной спешат кусок у ближнего урвать и покусать несчастного попутно собачье сердце бог преобразит без операции а слезным покаянием через принятие христа очистятся мозги и трезвенником станет вечно пьяный бог сердце новое дает без серебра и дух святой всю сущность обновляет утерянное сможет пусть не все собрать один талант украсится нолями хорошее есть качество у пса не то что у поповской сонной шавки пророк Исаия об этом написал где без христа все на песке и шатка умейте лаять стадо охранять вот назначение пса любой собаки да коли нам на две ноги хромать с рукой простертой к животу добавки пусть сердце новое плотяное с христом наполнится духовным песнопеньем впустите Иисуса в дом рецепт простой облаянные мной едва ли стих оценят 26 октября 2008 год игла 9 октября 2008 год игла глачь 9-10